Царь невестный, урешителю душа истерны, И живи с детства, и вся исполняя Сокровища благих и жизни подателю Приди все весятны и очистены от всяких скверных И спаси, блажен души наши Благослови, Господи, занятия наши по слову Твоему Святому Даруй, Господи, сесть у ног Твоей, как некогда люди сидели и слушали слова Твоей истины И этим спасались Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух Аминь Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Аминь Евангелие от Марка 3 глава 20 по 27 стихи От Марка 20 глава? 30 глава, Евангелие от Марка 3 глава 20 по 27 стихи Что-то ты 3, 20 что-то как пошел Приходят в дом и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть И услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе вельзи И что изгоняет бесов силою бесовского князя И призвав их, говорил им причины Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство тот И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять Но пришел конец его Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его Если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его Толкование Опровергает ненавистливых иудеев неоспоримыми примерами Как возможно, говорит бесу, изгонять бесов Когда и в обыкновенных домах видим, что пока живущие в них мирны Дома стоят благополучно А коль скоро произойдет в них разделение, падают Как возможно, говорит, чтобы кто расхитил посуду крепкого, если наперед не свяжет его Эти слова означают следующее Крепкий есть дьявол Сосуды его суют люди, служащие ему вместилищем Таким образом, если кто наперед не свяжет и не низложит дьявола То как он сможет расхитить у него сосуды его, то есть беснующихся Посему, если я, с большой буквы Христос, расхищаю сосуды его, дьявола То есть освобождаю людей от насилия бесовского, то следовательно, я наперед связал и низложил бесов И оказываюсь врагом их Итак, как же вы говорите, что я имею в себе визрула, то есть, что я изгоняю бесов, будучи другом их и волшебником Вот она и есть, хула на Духа Святого О котором в этом месте говорится, что Не проститься не в семь веке, не в будущем То есть, когда человек на святого говорит, что он бес А на беса, что он святой Вот это вот, тут хула такая, что написано не проститься А что значит не проститься? Всякий же грех проститься А что вот уже грань передена и уже нет покаяния То есть, человек настолько осатанил и уже настолько он Вдруг этому дьяволу, что он его никогда не предаст Дьявола То есть, покаяния и перехода не будет Ну да, я хотел сказать, что Ну да, от хула на Духа понятно Но Господь, Он все-таки дает лазейку людям Когда в седьмой главе Ивангелия от Матфея, первым стихом Он говорит, несудимые, несудимые будете Каким судом судите, таким и вам будет отмерено Понимаешь? И там дальше он продолжает об этом говорить Господь Поэтому, это ты как бы начинаешь судить человека То есть, ты ему уже даешь имя нарицательное конкретно То есть, возврата обратного нету, когда нету покаяния у тебя А Господь дает покаяние всем Во всем Ну, не всегда Не всегда Не всегда, это нужно знать Да, да, да То есть, прежде чем судить У тебя, говорит Ты, говорит, судишь брата твоего Он же о себе это говорит, Христос-то О каком это говорит Христос? Его судили-то, его судили в первую очередь А в чем его судили-то? Что ему предъявляли? Вот ему, вот то, что здесь написано Ему что предъявляли? То, что он говорит плохо против священников, против книжников и фарисеев Он говорит плохо против них Он говорит, книжники и фарисеи, лицемеры Лицемеры Четыре раза он им говорит Лицемеры, книжники и фарисеи Очищаете блюда ваши, там, скамейки А внутри вас полны хищения и неправда Это сегодняшнее сейчас То, что мы говорим о сегодняшней нашей церкви Она больна этим Это трусость и корысть У нас церковь больна Если ты будешь смотреть передачу православную Ты нигде этого не услышишь Передача у нас совершенно беззубая Вот, начинается передача Хочу посмотреть какое-нибудь рассуждение от священника Переключаю там этот канал Союз там или Спас Там всплывает 5 октября Те заименитства там Блаженнейшего там И какой-то там Ну, короче, митрополита какой-то там епархии И вот, и там его, значит Там рукоположен когда и так далее О чем дальше? Следующее Вы посмотрите такие программы там И там начинается рассуждение священников О войне там О подготовке молодежи То есть, служить надо идти и так далее О кляпах То есть, ничего не увидеть Нормального Того, что Христос вам заповедал Любите врагов ваших Гонящих благословляйте Проклинающих благословляйте Гонящих благотворите Враг хочет пить Напой его Хочет Алчит Накорми его И так далее Это уже ничего нету Нету этого ничего Почему? Потому что мы в настоящей церкви, брат, находимся А настоящая церковь Она всегда полна Лицемеров О чем Христос Нами сообщил И апостол Павел Он уходит В 20 главе Деяния святых апостолов И что он говорит Среди вас самих Со слезами на глазах Говорит им Среди вас самих Восстанут Лютые волки Не щадящие стадо Которые будут увлекать За собою Он же знал Кто это будет Если он сказал Но он бы сейчас бы прямо сказал Братья Вот эти вот эти вот эти Вот эти вот эти Эти все будут лицемерами Они будут увлекать за собой В конечном итоге Все церкви Которые там развалятся Ваши общины Нет Он все это оставил На жизнь нам Чтобы мы сами трудились И выискивали лицемерие или нет Уж не буду о нас говорить Ну Хотелось бы тоже И у нас это бывает Но У нас вовремя Останавливаем И все это У нас еще Игнать Тихонович Не будет Игнать Тихонович А будет очень сложно Будет такая пыль до потолка Постоянно будут осуждать Кого-то одного А это все потому Что мы в истинной церкви находимся У сектантов этого нет Я вот с Игорем Рассказываю Он работал Он сам был из баптистов Там у них был дьякон В Курске Ездил там Он две общины сам создал Лично И потом у литеран был И он говорит Нету вообще Вот в этих сектах Нету такого Чтобы там кто-то гнал Кого-то А его начали гнать Потому Что когда его Решили рукоположить В присвитере Он задал вопрос А рукоположение у нас идет От кого Спросил Ему сказали Как от кого Ну там от этого А он от кого Ты говорит Что-то много вопросов Задаешь Тебе что надо Ты говорит Что как православный Начал это перечислять От кого да от кого А он там что-то прочитал Где-то Да Да И начал думать И вот Его начали за это только гнать А так у них Никаких гонений В сектах нету Ни на кого А в настоящей церкви Гонения сразу есть И говорит Пришел к своим И свои его Не приняли И этим можно Только вспомнишь Как Жития святых Когда Два друга были Один христианин А другой еврей Они соседями были И так прекрасно жили И беседовали постоянно И тот писание знает И этот знает И вот Еврей собрался Ехать в Рим Говорит Поеду сейчас в Рим Говорит Посмотрю как там все И приеду Скажу тебе Значит Ну Буду я христианином Приву христианскую веру Все таки Что Христос Спаситель Ну Мессия Или нет И уехал в Рим А этот молится Господи Ну все понятно Что там Он в Рим поехал В Рим А там Рим Это же все грехи Там собраны Если Говорит И есть Где все грехи То это Говорит В Иерусалиме Девять десятых Всех грехов Ну Это Про Иерусалим Было Ну и про Рим То же самое И он На корабле Вот он смотрит Друг его сходит Сходит Такой счастливый Ну там Крестик у него Там все Брат Там все Я принял Говорит Как принял Ты не видел Что там творится В Рим Что там Продают Мочу Там Масла На котором Христос Въехал В Иерусалим Да вот Да все это я видел И что Ты не понял Что Лицемерие Грех это Он говорит Да все я понял Если Такое Есть В церкви Истинного Бога То откуда Люди Тогда еще До сих пор Веруют Это только Чудо Это силой Божией Может только Держаться У вас Все И поэтому Конечно С вами Бог То есть Все с точностью Да наоборот Понимаете И как оно Это Вот это Житие святых Оно точно Попадает В нашу С вами Кангу Вот Возьмите Нину Александровну Приезжает Сестра Татьяна Кузьмишна И она Заходит В храм Который Ее не пускают Пять лет А она Из той же Общины И стоит Там Молится Ее никто Не выгоняет А Сестра Нина Александровна Стоит Под крыльцом Пять лет Уже Этого храма И священники Ее не пускают Потому что Знают Что Что она Живет Там в доме В этой деревне В клочках Ей деваться Некуда А это Просто в гости Приехало Ее никто Гнатья не будет А что Она сейчас Соберется Уедет Обратно К себе То есть Это лицемерие В полном Это суд Этот Священник Осудил Сестру Нину Нашу Он ее Осудил Уже Все Вот Будет ему Покаяние Или нет Вот это Не понимаю Потому что Он ее Конкретно Считает Сектанткой Ну то есть Сатанисткой Можно сказать Вот Сложно Как все А Христос Сказал К своим Пришел Свои Не приняли Ну что еще Говорит К своим Он не сказал Что пришел К каким то чужим Они его не приняли И поэтому Ему деваться Некуда Вот он ходит Проповедует Он написан Первая Иоанна Евангелие Это Иоанна Первая глава Пятнадцатый стих Пришел К своим И свои Не приняли Его А у нас Здесь бывает Пыль до потолка Стоит Вопросы Обсуждаем У нас Никогда Не бывает Чтобы какой то Вопрос я поднял И чтобы все были Там Молодец Брат Гляди Как мудро Соображает Никогда Такого не было Всегда По шапке Получу И бывает Чаще всего От большинства Особенно сестер Потом придут Уже Там скажут Ну ты уж Прости нас Мы на тебя Ничего там Не имеем Такого Для чего Почему Евангелие От Марка Третья глава Двадцать восьмой Тридцатых стихи Истинно Говорю вам Будут прощены Сынам Человеческим Все грехи Хуления Какими бы Не хулили Но кто Будет Хулить Духа Святаго Тому Не будет Прощения Вовек Но подлежит Он Вечному Осуждению Сие Сказал Он Потому что Говорили В нем Не чистый Дух Толкование То что Господь Говорит Здесь Означает Следующее Люди Согрешающие Во всем Прочем Еще могут Извиниться Чем-нибудь И получить Прощение По Божию Снисхождению К слабости Христовую Еще раз Считаю Ну что Непонятно Не поняют Сейчас Смотри Вот когда Соблазнялись Плотью Христовую Тебе тоже Это непонятно То в этом Случае Хотя бы И не Покаялись Вот что В случае Ухо Режет Будут Прощены Хотя бы И не Покаялись Будут Прощены Я считаю Что Если Человек Прощение Не просит Бог его Не прощает Нет Не Не Брат Ты не понял Что такое Ну-ка Ну-ка Давай Может Они Это не Сочли За грех Тем Что Соблазнились Плотью Что Он Ходил Ведь Как Человек И Они Не Подозревали И Не Сочли Это За грех Поэтому И Покаялись Да Брат Это Богослов Это Бог Послов Это Нет Дело Все в том Что Ты Как думаешь Что Не Покаялись То есть Они Навсегда Остались Вот В этом Грехе Нет Нет Это Как Игнатик Говорит Был бы Я Допустим Иудеем В то Время И ему Старое Старое Ветхое Ушло С Воскресением Христа Когда Все Эти Чудеса Были Явления Там Мертвых Там Завеса Раздралась Все Это Сложилось У них Мозаику В нужном Направлении И Они Поняли Что Проплоиди апостолов Еще Услышали Ну Как Иуда Возьми Скупение Вот Правильно Растолковало То есть Когда Грех Неявный Христос Сказал Кто Не будет Не войдет Сад Семь Может Шутит Может Как Так Шутит Нет Но Они Почему Не ели Почему Они Отошли Они Соблазнились Здесь Так И Написано Соблазнились Кем Соблазнились Дьявол Он Ушил Не Слушайте Его Что Попало Говорит Какой Плоть Есть Ребята Совсем Что Добар Ухнули Вот Анатолий Кузьмич Соблазнившийся Он Не ест Плоть И кровь А мы Едим Он Нас Считает Ненормальным Ну да А как Он Эти слова Читает Там Есть Этот Там Христос Говорит Воспоминание Мое Воспоминание Все Не надо Буквально Понимать Да Они Говорят Не надо Это Просто Воспоминание Говорит Что Простой Хлеб Едим Тело Не знаем Хлеб Остается Хлебом То есть Он Не верит Что Присуществление Называется Они Они Не верят Не верят И еще И Господь Сказал Когда Господь Говорил Сие Есть Тело Мое Он Шутил Шутил А почему Они Не верят Нет Они Не то Что Не шутил Шутил Не шутил Просто Они Не поняли Там Написано Там Как они Видишь Все Законники Поэтому Они Думали Какое-то Ты Новое Учение Нам Несешь Чуждое Богу Я Сейчас Про Баптистов Говорю Не Про Законников Там 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 Есть 66 66 Они Отвернулись Перед Этим Написано Ибо Они Говорили Что Странные Слова Ты Говоришь А Церковно Славянские Под Церковно Слово Суровый Ближе Чем Странный Ну Так Как У нас Неудобно Переваривать Да Так Как У нас Слово Суровый По Церковно Славянски Там Перевод Немножко Другой То Как Суровый Это Такой Какой-то Сумрачный Такой Такой Мрачный Ну И у нас Непонятные Переваривали Ну Непонятные Тоже В общем В принципе То есть Непонятные Для нас Слова Ты говоришь Вот и все Мы не понимаем Что ты хочешь нам сказать Как ты Заповеди Неудобо Как это Слово Разумительные Я читаю Еще есть Какое-то Слово Неудобо Исполнимые Ну Да Господь Чувствует Заповеди Мои Не тяжкие А другие Говорят Что Вот Ты Бремена На нас Возлагаешь Неудобоносимые Ну Да Возлагаешь Вот Ну В общем Здесь Все Вы вроде Разобрались Да Я правильно Поняла Что Хула На Человека Им Может Проститься А Хула На Духа Святого Никогда Не Простится Не Раскаян То есть Они Ни в том Ни в другом Случа Не Раскаиваются Но Тот Грех И Может Проститься А Этот Нет Именно Не Раскаян То есть Если Они Покаются То Все Таки Проститься Им Да Ну Тут Разговор Идет О двух Состояниях Человека Ветхозаветное Состояние И Новозаветное Состояние Если ты Христос Хочешь Не Хочешь В общем Если ты Даже Не христианин И ты Не принял Христа Ты все Равно В новозаветную В новозаветные Времена Перешел То есть Если ты Чего-то Не понял То Это Это Непонимание Или Это Незнание Не освобождает Тебя От ответственности Жизни Уже После Ветхозаветного Времени Ты живешь Каждый человек Живет в новозаветном Времени Все Давно Тогда Это Можно Можно было Не понять Христа Не принять Но Когда Пришел Новый Завет И ты Начинаешь Продолжать Его Хулить Зная Все Уже Очевидно То есть Дела Божьи Он уже Изгонял Бесов Возможно Поэтому Сейчас У нас Многие люди Не могут Принять Христа Что Они На самом деле Его Уже Похудили Вот Как у Меня Отец Не может Понять Признать И все Позвонил Говорит Забирай Книги Говорит Тут у Матери Книг Много Осталось Божественных Зачем Они Мне Нужны Я Говорю А что Они Потерпеть Не Могут Там Шкафу Лежат А что Они Тут у Меня Будут Лежать Спрашивается Что О другом Поговорить Ни О чем Нельзя Только Что Твоя Жена Умерла Мать Моя Вот Вначале Написано Как Христа Называли Вильзеву Ты Сатана На Христа Говорили Ну Допустим Ты На человека Который Творит Добро Ты Будешь Говорить На него Что Это Бес И В Конечном Итоге Господь Просто Не Даст Тебе Покаяния И Все Вот Смысл Как Ну Допустим Благовествует Ходит Тебе Так Надоело Что Ты Проклял Его Сколько Ты Будешь Мракобесием Тут Заниматься Ходить Ну Как Коммунисты Они Все Были Прокляты На 73 Года У нас Запечатали Годы Своим Проклятием От Господа Господь Ну Патриарх Их Проклял В Каком Это Было В 22 Году Тихон Они Там Забегали Все Засуетились До Такой Степени Засуетились Что Они Там Ему Такую Баню Устроили Что Ему Пришлось Признать Даже Он Написал Что Ну Баню Это 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 Мягко Нет Наверное Думаю Еще Это Просто Неверие Ну Да Это Надо Все Какие Поблажки Людям Оставить Если Он Сказал Что Вот Эти Два Меса Ходят Евангелие Раздают Тогда Может Быть Черт Ходят То Получается Божественная Переворачивает На сатанинское Вот Это И Есть Хула Правильно Ну Да Еще Батюшка Говорил Что Сектанты Которые Слово Божие Изучают И Что Нельзя Проклинать Или Как-то К ним Плохо Относиться Что У них Там Свой Путь Да И Не Знаешь То 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 Если Там Дух Святой У них Да Но Однозначно Что Никто Не Может Назвать Христа Господом Не Будучи Духом Святым Облеченным Вот Есть Дух Святой Но Опять Как Игнатий Бринчанинов Различает Три Степени Благовестия Благочестия Это Призывающее Обращающее И Освещающее Точно Так же И Здесь Тоже У Благодать Они Благочестия Ну Благодать У них Две Благодати Есть Призывающее И Обращающее Они Обращают Ко Христу А вот Дальше Уже То что Идет Развитие Человека От веры В веру Написано У них Регресс Происходит Они Останавливаются Только на Одном Вон У нас Книжки Лежат Вот Такие Журналы 95 Год Выпущены В Америке И Вначале Идет Все Там Написано Так Значит Новый Завет В культуре Истории В культуре Истории Всей Земли Всего Мира Во всей Вселенной И у них Идет Идет Все нормально О Христе Рассказывают А потом О церкви И начинаются О церкви Что Уже В третьем Веке Церкви Не было Все Они пишут А вот Журналы У нас Мы их Привезли Вот такую Гору Да Ну конечно И они Уже Прямо Описывают Все Там Как Есть И много Правильного Они пишут Об индульгенциях Пишут Они Как пришел Лютер Почему То есть Это Действительно История Но Подводят Так Что Церкви Нет Все равно То есть Все это Было Уже Без Церкви Но Христос Сказал С вами До Скончания Века Да Но Они же Сектанты То есть Они Много Много Говорят Истинные Правды А потом Все равно Вливается Ну И так же Как у Свидетелей Иеговы Возьмешь И книжку Читаешь Отлично Написано Археологические Выводы Там Все 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 Там Что Бог И был И так далее А потом Раз И про Христа Христос Это человек Все равно Вставят Это Хрест Уберут Столб Поставят Да Да Маленечко Раз Чуть Чуть А ведь Мы знаем Что Бочку Меда Портит Всего лишь Одна ложечка Дегтя Дегтя Лук Возьмешь Вот Есть Что Топить Журнал Можно По поводу Еще Мысль По поводу Кулина Духа Святого Вот В интернете Сейчас Обсуждается Свадьба Венчания Вернее Ксении Собчак На Сыр Не на Сыр С Богомоловым Ревиссер Который поставил Понятия Не Который Поставил Богохульнейший Спектакль Он до сих пор Трансфируется Где распятие В виде голой Женщины Короче Там вообще Конкретное Богохульство Так она Сама Иудейка Подожди Можно я перебью Именно там Было Богохульство Потому что Распинали И злодеев Распинали Понятно Что они имеют Ввиду Богохульство И люди Они обращались И письмо Патриарху Писали Чтобы прекратили Потому что Оскорбляют чувства Иерующих Я не стал Смотреть Это Спектакль Но я понял Что там Отрывки Показали Но Голая Женщина Увидя Распятие Да понятно Все Понятно И они Венчаются И Дают Письменное Обещание Больше Безобразия Не делать То есть Они понимают Что На самом деле Это плевок В церковь И прям После венчания Они едут на свадьбу И она Танцует Стриптиз Ксения Сорбчак На свадьбе После чего Родители уходят Но это ли Не хула Люди Начинают В интернете Возмущаться Говорят Да вы Зачем В церковь Это все Я вот И такая Фразочка Ну что вы Их судите Может они Покаются Они приехали На свадьбу На катафалке И на катафалке Написано Вот этими Буквами Вот этими Доколе Смерть Не разлучит Нас Лежа Ну они Просто Изгаляются Над святынями Просто Ну это Самые настоящие Богохульники Которые Говорят Что Они Там одна девочка Тоже Она правда Из НТВ Но она прям Конкретно Сказала Это они Они хотя бы Искренне Говорят Что вот Я в церкви Это я заплачу И я Что хочу То и сделаю А вы Лицемерите Вы рядами Прикрываетесь Вот и все То есть они Мне кажется Больше это Богохульство Здесь те Кто венчал Их Что они Не верят Что ли Или кто Этого Делал Ивана Ахлобыстина Священником Они что Не видели Какая Рожья Что ли К ним Туда Пришла Бритая Гадость Это В наколках То есть Понимаете Мысль Такая Что мы Должны Понимать Что человек Может Перейти Грань За которой Нет покаяния И говорит Что Ну что Вы их судите Да Святые Будут Сидеть Мир Мы их Не судим Их Слово Божие Судит Они сами Уже Осуждены Будучи Ну Будучи Сами Осуждены Вот Язычники Они не приняли Христа Выстине Они стали Идолом Всяким Поклоняться Кому Чего Она Поклоняется Да Это люди Которые На суд Не попадали Если бы Они в суд Хоть раз Попали Они бы Поняли А то Судите Судите Разболтались Языками Суд Это Такое Дело Что Когда Ты Предстанешь Туда Еще Обвиняем Это Теб Мало Не покажется Судите Вот Поэтому У нас Даже земной Да А муж Духовный Тут Какие Есть Еще Другая Сторона Медали В высоте Человек Сидит И плачет Я Духа Святого Похулил Мне Не будет Прощения То есть У него Отчаяние Такое Сатана Напустил Ему Утешение Если Ты Так Думаешь То Ты Уже Не похулил Духа Святого То есть У тебя Начало Покаяния Есть Если Есть Начало То непременно Будет И конец Просто Нужно Молиться Об этом Практике Вот А когда Человек Ну Вообще Сергей Извини Я тебя Немножко Прерву В этой теме Когда Человек Так Рассуждает И Анзлатоуст Учит Так Не Рассуждать Это Чисто Сатанинские Мысли Это Сатана Тебе Набивает Что Ты Уже Никогда Не покаешься Греш Это Греш Ты Ты Перестаешь Верить В Милосердие Божие Если Человек Убедить Что Это Сатана Набивает Он Покается Потом Дойдет До Этого На Начало Покаяния Есть Люди У которых Начало Покаяния Они Хулят 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 Они Не собираются Заканчивать Безбожник Безбожник Был Одно Мне Больше Всего Ксения Собчак Она Уничтение Не Удивляет Этот Богомилот Какой-то Я Фамилия У него Хорошая Но Самым Человеком Настоящим Дерьмом Но И Че Дальше Те Кто Повенчал Меня Больше Всего Заботит А Она Кто Ксмычок Ксению Собчак Не Слышали Если бы Был Попомните Денег бы Дали Отвалили Ты бы Тоже Повенчал Неверующим Повенчал Сереж Ну Благодарю Тебя Ты Меня Охладил Ну Че Ты его Сутишь Да Я Еще Не Начинал Вообще Ничего Говорить Пока Хотя Я могу 15 Главу Открыть Матфея И там Все Написано Лицемер Кто Больше Согрешил Который Винтик С завода Украл Или Олигархи Которые Миллиарды Воруют У государства У государства Который Винтик Украл Потому Что Тех Какой Великий Соблазн Я бы Не устоял А Че Его Сказки Богатых Людей Богатые Не наследуют Царства Небесного Они Жиру Бесятся Вот эти люди Просто И все А вот Про воров Которые Винтик Украл Написано Конкретно Воры Царства Божьей Не наследуют Написано Невозможно Еще Есть Трудно А есть Еще Невозможно Два Раза Написано Невозможно Богатку Наследовать Царство Небесное Вот так Написано У меня дочь Пытала Почему Как Есть же богатые Которые Благотворительностью Занимаются Добро Делать Людям Почему Эти все Богатые Которые Благотворительностью Занимались Меценаты Они давно В гробу Уже А современных Меценатов Нету Сейчас Леонардо Ди Каприот Про него Что-то Она там Рассказывала Что он Ну а этот Который Скажите Игнатик Игнатик Серебряков Я что-то считал Что это выдумка Нет Это не выдумка На самом деле Я смотрела Документальный фильм Все это было Не А у них В Америке Не то что оно было Но как-то так Все это преподано Для того Чтобы больше Жертвовали Что этот фильм Делали Работники Церкви Ее распространяли Показывали Нынешним Олигархам Чтобы те Больше жертвовали То есть У них такая Корыстная Была цель Тоже Смотрите Историю О Закхее Там он Тоже был Богатейший Человек И он говорит Всем отдам Вчетверо По закону И половину Имения Раздам И Златоус Пишет Что ты делаешь Закхее У тебя Ничего не остается Ты остался Нищим И тебе Не хватило Еще все Раздать Потому что Столько Обиженных Что в четверо Отдавая У тебя Не будет Этого богатства А еще и Половину Имения Отдаст То есть У него Так-то Ничего не останется Вот в чем Он стал Он стал Таким же Как и Христос Пошел По миру Закхей Толкование Слатоуста Такое То есть Если ты стал Был богатым И стал творить Милостыню В истине То ты Останешься Просто Простым человеком Безо всякого Имения Все То же самое Было богатым У юноши Сказано Продай Все имение Своё Написано Раздай Нищим И написано И не по частям Отдавай До конца дней Когда там Как Константин Все ждал Когда он Помирать будет И крестите меня Быстрее Его крестили И через три часа Он помер Не так Говорит А сразу Отдай И приходи И следуй за мной Вот как Христос сказал И дальше Написано Невозможно Написано Богатому Потом Ну в другом месте Трудно написано Как И трудно Как трудно Как Верблюду Пройти сквозь Игольное ушко Верблюду Ну Одни говорят Что игольное ушко Это вот игольное ушко А верблюд Это канат Назывался Толстый канат Из-за Игольной шерсти А другие говорят Что ворота Были Специально Низкие ворота Чтобы цари Слазили с коней И проходили Наклонившись Ворота Иерусалима Ну к храму И вот как Называлось Это Игольное ушко Назывались Это ворота Хотя они не ворота были А всего лишь Маленькая калитка И написано Верблюду То есть верблюд туда Никогда не пролезет Его только по частям Туда можно будет протащить Если он поклажет Это богатство Снизит И верблюд туда не пролезет Никак Потому что верблюд Больше человеком Несколько раз А ворота А вот ворота были Они вот такие Ну и там показана Фотография Видел Вот такие Остроконечные Немножко И вот так То есть Голова Не правда Надо все равно Плечи вот так Наклонять Чтобы пройти Это специально Как бы сделано Для того Чтобы ты Даже царь Любой ты Богатый Ну это два Вот таких Ну то есть Однозначно Туда невозможно Пролезти Невозможно просто Если ты пролезешь Ты И сдерешься Веселить Тогда кайся уже Пред Господом Проходи То есть Ну Если ты богат Все Конкретно Ты не можешь любить Вот написано Как хотите Чтобы с вами поступали люди Так и вы поступайте с ними А ты богатый Ты живешь Ты вот сильный мира сего Я этих людей знаю Я рядом с ними нахожусь Они Они Эти Что-то у тебя совсем Ты закрепи как следует Эти люди Они особого такого покроя Их даже видно Когда вы увидите этого человека Вы сразу поймете Что этот человек Сильный мира сего Они Ходят так Они смотрят так Они одеты Так Что ты сразу увидишь Что это Очень сильный мир Сего человек Как показывают Это Глухонемей Глухонемей Вот так Показывают Гордый Не так Вот так Вот так Гордый человек Гордый Нос задрал Вот так Вот такие вот они Ну там толкование И все Как бы Трудно надеющемуся На богатство Ну как бы Войти в Царстве Божьей Невозможно Надеющемуся написано Труд А не труд Толкование Надеющемуся На богатство Богатому Все таки Вход Не закрыт Если он богатый И боготворит Вот как Киевов Он очень был богатый Девица А не на богатство Конечно Вакцент Надеющемуся Раздал Он нищие Он что хочет Чтобы все нищие Что ли были Само богатство У него корень Бог Чтобы все были богаты Богатым Духом Бога есть и нищие Есть богатые Которые помогают нищим Да Если ты все раздал Словно нищим Ну что Какой Не есть нищие Есть бедные люди Есть средний класс То есть Тут разделение Тоже Естественно Тут пошло Ты себя к какому классу Среднему Ну я не могу сказать Что я нищий Потому что У меня есть дом Я живу в доме А нищий Он ничего не имеет Нищий Он все время С протянутой рукой Он просит Блаженный нищие духом То есть Вот мы должны быть До такой степени А сейчас есть нищие А? Сейчас есть нищие Сейчас нищие Ну конечно есть Ясно Но я думаю Ну они сами себя сделают Нищими Некоторые бомжи Возможно нищие Да Настоящие я имею ввиду По настоящему нищие Бомжи Да Чтобы так просто Там был такой Это Ну есть Люди Которые Пожилые Тоже есть Тоже нищие Однозначно У них может там Детей уже нету Там умерли Все Они там бабушки Живут Есть такие Нищие А дворников У нас Нищие 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 Все Не ну как все Почему все О всех Никто вообще не говорит Машины Редко Да Редко Кто сейчас Что нищих Нищие 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 Нище Нище Будет Да Нище Нище Не делает Пока Снег Не пошел Снег Пойдет И будет Что делать Сразу Сразу Будет Что делать Без рук Останешься Вон у меня У Марины Этот Здесь В музее Уборщик Работает Как только Начинаются Снегопады Он сразу На больничной Есть такие Категории Людей Которые Убирайте Сами Которые Проще Побираться Чем Пойти За маленькую Зарплату Работать Это Гораздо Проще Встал У церкви Тебя накидали Зачем Нет Нет Мы тут Про нищего Говорим Тех Времен Нищие Когда Не было Соц Программ никаких Сегодняшних Сегодняшних Тебя нищего У меня первая мысль Он зарабатывает Это его работа Да это какой нищий Который около храма стоит Об этом вообще Никто не говорит Уж давно У него храм Он может У магазина сидит А какой там сидит Да ладно Не ну и понятно Человек там без ног сидит Ясно что Без ног Ему никогда Ничего не хватит Пенсии Почему Не знаю Большая пенсия Ну есть у них Сейчас обеспечение Есть однозначно Соц Всякие пакеты Там и бесплатные Дупни Какой Детей делают Рожают инвалидами Для того чтобы Получать пенсии Рожают инвалидами Как это нужно Ну так Ну не то чтобы Рожать Ну да То есть перед этим Они себе позволяют Все Покурить Там перед этим Доделом Выпить Наркотик принять А родиться Так ладно Пускай любой Да ты что У нас там магазин Рядом мы туда едем Ездим Постоянно Закупаемся С Мариной Раз в неделю И там постоянно В этот момент Вечером катают Такого ребенка Отец катает С матерью Они молодые Им лет сорок А ребенку Наверное Ну лет шестнадцать Уже Пацан И он вот такой Вот такой лежит Я вам хочу сказать Что Ну никак Я не поверю Что кто-то Специально Захотел Такого ребенка За него там хорошую Пенсию платят Да вы что Не приведи Господи Я думаю Что ни одного Такого человека Нет Если там Ты не понял Ну я не знаю Я Больен выразил Он начал выздоравливать Все Ты там Снижай дозу Лекарств Еще что-то В общем Ну можно уже Его вылечить Все Она А как А пенсия У нас отнимает Да вот Вот рядом с тобой Сидит такой же Со мной советовался Мне надо идти Говорит Это сама Как притвориться Еще что я больной Или нет Я говорю Сережа Тебя что Здоровым что ли делают Ну да Чтоб мне не платить пенсию Я говорю Сережа Ты здоровый Ты понимаешь А как раз Я к нему ходил И мама его услышала Да ты что говоришь А как же там Ему на проезд Там бесплатно давали Я говорю Так ваш сын здоровый Вы понимаете Его обследовали Все Он здоровый Она на меня смотрит Помять не может ничего Ну сейчас Я думаю Понимает И все Его сделали здоровым Он пошел Не притворялся Ничего нормально Мерили давление Приседал Там он что там Руки ноги И готов Все Вот он сидит Совершенно здоровый А у него Очень сильнейшее Просто Невероятное Онкологическое Было заболевание И операции были И его уже Трупом Короче считали А он вот посреди нас Уже сколько Десятых лет Больше уже Полтора считает Вот так вот У меня У сестры Муж На права Он сдал Там 10 лет назад Сейчас надо Менять права Ну да Ему там Не знаю Как это все Технически Поставили Чтобы больше Пенсия была Ему заболевание Какое-то поставили С этим заболеванием Нельзя водить машину Сейчас да И тогда Нашла Хасаноками А сейчас нет И у него дилемма То ли получать Два раза меньше пенсию То ли права С правами быть А я бы права Да Без права Это извините Меня тоже Оформить опекунство Она дает подругой Ты все равно нигде не работаешь официально Давай опекунство Оформим И чтобы ей было больше Пенсия Ну я по доброте Завершенно согласился Но там пункт Что я Опекун не имею права Официально нигде работать Типа государство говорит Так вот мы платим Вот этой бабушке А ты не смене Где работать Ну да Потому что тогда Как ты будешь за ней ухаживать Все правильно Мысль то есть Ясна Ты как устраиваешься на работу Ухаживаешь за этой старушкой Понимаешь Они тебе не запрещают работать Но тогда ты приди И скажи Я устроился на другую работу Ухаживать не могу И они тогда Ищут другого опекуна Да И они тогда у тебя Снимут опекунство Иди работай То есть государство Это все по-честному делают И деньги дают И там добавляют 1800 наверное Не такие большие деньги Я же соглашался А ты говоришь Нет таких людей Которые не соглашаются А за 1800 он Вкалывает Ну мать Это опять же не тебе Так а тебе пенсию потом делают Ты будешь Такую же пенсию Тебе получать 9000 Ага За 1800 заплаты Без пенсии Вот он пахал Пахал И у нас Будет одинаково А я за 1800 он На заводе Да ты пока что еще Доживи С этой бабушкой Доживи Да А то потом еще На сучку пойдешь Как этот мундучок Лешится Бабушку потом Меня это загармливать будет У нас начали пить Господи повел 9000 Или что 9700 А что так Много Ну потому что я судился же еще Еще и через коллегию Они мне все возможное сделали Ну я показался Брату показал Он говорит Надо быть специалистами Тут уже сложно Ну просчеты У меня такие задания Зарплаты там вообще Социалистическую взяли У меня там такие зарплаты 400-600 рублей в месяц При социализме Но И пенсия получилась 9700 Где-то на крыше Да нет Обманули Да Это ясно Они всем делают сейчас Давайте дальше читать Что? Евангелие от Марка 3 глава С 31 по 35 стихи И пришли матери Братья его И стоя вне дома Послали к нему Звать его Около него Сидел народ И сказали ему Вот матерь твоя И братья твои И сестры твои Вне дома Спрашивают тебя И отвечал им Кто Матерь моя И братья мои И обозрев сидящих Вокруг себя Говорит Вот Матерь моя И братья мои Ибо Кто будет Исполнять Волю Божию Тот Мне брат И сестра И матерь Толкование Братья Господа По зависти Пришли взять его Как неистового И бесноватого Представляете Родственники У вас не было такого Когда думали Что у вас Знакомо чувство А мать Вероятно По внушению Чувства чести Пришла Отвлечь Его Отучения Показывая Таким образом Народу Что тем Кому они Удивляются Она свободно Распоряжается И может Отвлекать Его Отучения То есть Сынок Пойдем Тебя Вылечим То есть Мы Как бы Мысль Такая У него Была То есть Она хотела Его Отвлечь И тем самым Показать То есть Она тоже Думала Что он Немножко Не такой Как все Она свободно Распоряжается И может Отвлечь Его Отучения Но Господь Отвечает Матери Моей Никакой Не будет Пользы Быть Матерью Моею Если Она Не будет Совмещать В себе Всех Добродетелей Плотское Родство Ни О чем Не говорит Они Мы Дети Божие Евреи Господь Искам Неси Может Детей Сделать Кичитесь Родством Саврам По Плоти А по Духу Что вы Не Не Евреи Ничего Не Христовы Не Божие Да Сергей Сегодня Речь Сказал Почему Говорит Вера Родителей Не передается По наследству Не передается Солдатами Не рождаются Солдатами Становятся И так Говоря Это По Пожелания Свободные Так Так То есть Так же точно И родство Бесполезно Будет Для Братьев Моих То есть Христос Говорит То что Они мои Родственники По Плоти Ничего Им не поможет А это Тем более Были Дети Иосифа Они все равно Братьями Считались Хотя Не Мария Некоторые Есть Ирики Которые Братьями Называют Значит У Марии Были дети Еще После Христа Считают Если Сын Дети Иосифа То они И дети Марии Были Потому что Она мачеха У них Была Это Как родная Мать Да и сейчас Так же Всегда Тоже не знал Что она Родила Без мужа Тогда же Никто Не знал И считали Что она Жена Иосифа И рождала Она От Иосифа Поэтому Считали Как нет Ты здравствуй Ты чего Как нет Она совершенно Правильно Говорит Я считаю Кого ты считаешь Они знали Что это Дети Иосифа Нет Что они Дети Иосифа Они знали А Иисус То тоже Ребенок Иосифа Да Они считали Ребенком Иосифа Конечно Иисус Иосифа Да ты ее Камнями Побили Ты что Забыл что ли Про Иосифа Это понятно Но они же Знали Что у этих Детей Разные Матери Ну конечно Знали Да Они старше Ее были Что ты не понимаешь Ему то уже Было 78 Когда его Сделали Нареченным Мужем Им уже Там было по 40 лет 50 Как мне Наверное Как тебе Так же точно И родство Бесполезно Братьев Моих Потому что Не только Суть Истинные Сродники Христа Которые творят Потому что Те только Суть Истинные Сродники Христа Которые Творят Волю Божию Вот А волю Божию Творят Кто Которые У Христа Сидели И учились Да он Говорит Не назову вас Друзьями Моими И больше Братьями Моими Говорит Христос Говоря Это Сектанты Любят Это Брат Что-то Такое Итак Говоря Это Он Не отрекается От матери Но Показывает Что Она Достойна Будет Чести Не за Одно Только Рождение Но И за Всякое Другое Доброе Дело Если Б Всего Она Не Имела То Другие Предвосхитили Честь Родства То Если Она Его Родила Но Добретели Никаких Не Имела То Другие Матери Вот Матерь Моя Вот Матерь Моя Сидит И Она Рядом Родила Остается Ну Как Так Давай Уж Со мной Будь Духовно Близка Не Только По Плоте Но Она Поняла Однозначно Это Вы Знаете Ее Обманули Оболгали Христа Обманули Ее Она Поверила Как Ну Все Так Авторитетные Люди Там Пришли Сказали Заболел Твой Сынок Надо Ну Да Поговорить С ним Может Капельки Какие Розги 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 Ничего Себя Да Нет Про Розги Речи Не Был Ну Можно Мысль Дальше Продолжить Что Почему Они Именно К ней Пришли И Мы Все Таки Как Никак Уже Такой Возраст Большой 30 лет Написано Они Все Таки Завидовали Потому Что Народ Собирается Слушает Его Они Чем Вы Нормального Слушаете Вы Нас Слушаете Мы Старше Старше Дело Дело В том Что Она Пришла Написана И Мать Стояла Вне Написана И Слушала Его Тоже И Она Тоже Слышала О чем Он Говорит И Ему Пришлось Применить Поэтому Такие Жесткие Слова К ней Когда Он Сказал Все Матери Мои Все Братья Мои И Она Тогда Поняла Он Говорит Как Власть Имеющая Не Как Книжники Фарисея То есть Мария Она Была Очень Понятливая В духовном Плане Она Быстро Училась Вот Чем Дело Она Только Один раз К его Ногам Припала И Он Сказал Когда Они Прикоснулись Женщины К ногам И Она Поняла Что Это Уже Что Ее Сын Бог Он Воскрес И Пошла Молиться И Следующий Раз Когда Они Прибежали Опять К его Он Он Уже Говорит Марии Не Прикасайся Ко Мне Так Она Уже Касалась Его Казалось Что Теперь Дальше Не Прикасайся Ко Мне Все Один Раз Коснулись И Хватит Не Поняла Еще Кто Я Такой И И Дальше Учись И Отсылает Ее Опять Отсылает Она Платит Конечном И До Не Приходит Она Приходит И Говорит Апостол В тот Самый Моим И Скажи Что Я Восхожу К Богу Моему И Богу Вашему И Отцу Моему И Отцу Вашему Ну Вот Сектанты За это Цепляются Вот Видите Видите Он Не Бог Он Говорит Что У Него Бог Есть А Он Хотел Внушить Мысль Что Ясно Бог И Есть Как До Сих Не Поняла Что Уже От Бог Нельзя Было Прикасаться Конечно Были Несколько Их Было Шестеро Он Дал Им Прикоснуться К себе Вот Отчаяние Их Снял Отчаяние А Она Все Еще Бегала И Спрашивает Сколько Раз Мария Магдалина Прибегала Ко Гробу И Все Путаются Он Говорит Четыре Раза Была Она Там Все Четыре Евангелисты Говорят О разном Времени Как И Он Говорит Там При Рассвете Еще Темно Было Еще Только Только Там Началось Рассветать И Все Время И Она Бегала 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 И Прибежала И Тут Петр Пришел Петр К Петру Явился И Вот Эти Двое Пришли Уже И Говорит Что И Пришли Женщины И Сказали Уже Все И Все Понятно Теперь Ясно И Потом Сам Господь Евангелие 20 Глава Пришел Дунул И Сказал Примите Духа Святого Наконец То Еще Один Фома Был Который Не При Нем И Пришлось Его Отдельно Уговаривать Уверить Его Да То То Что Христос Есть Он Человек Ходил Между Ними А Он Был Сам Бог И Буду Ходить Среди Народа Моего Сойду И Буду Ходить Среди Народа Моего Малахия Малахия Написано Пророка И Буду И Богом Они Будут Моим Народом Они Подумали Ну Как Сойду Там Не Может Быть А Он Правда Сошел И Ходил И Больше Не Будет Потому Что Только Одно Пришествие Среди Народа А Второе Пришествие Уже На суд Будет Все И Антихрист Пойдет Наперекор Всему И Почему Они Ему И Не Поверят А Он Кажется Сделал Все Для Того Он Будет Настоящим Мессией Он Победит Всех Этих Римлян Так Называемых Все Кто Против Евреев Евреев Сделает Передовым Классом Мира Господствующим И Вдруг Сядет В Храме Божьем Выдавая Себя Написано За Бога И Вот Тут Они Откроют Глаза Своей И Поймут Что Были Обмануты И Что Только Один Единственный Был Мессия Христос Евангелие От Марка 4 Глава 1 2 И Опять Начал Учить Примори И Собралось К Нему Множество Народа Так Что Он Вошел Лодку И Сидел На Море А Весь Народ Был На Земле У Море И Учил Их Притчами Много И В Учении Своем Говорил Им Хотя Казалось И Отослал Мать Свою Однако Опять Повинуется Ей Ибо Ради Нее Выходит К Морю Солиться В корабль Для Того Чтобы Имея Пред Глазами Всех Говорить В Услышание Всех И Никто Не И Имеет Позади Себя Никого И Никого Не Имеет Позади Себя То есть Всех Перед С 3 по 12 Стихи Четвертая Глава Евангелия От Марка Слушайте Вот Вышел Сеятель Сей И Когда Сея Случилось Что Иное Упало При Дороге Налетели Птицы И Поклевали То Иное Упало На Каменистое Место Где Немного Было Земли И Скоро Взошло Потому Что Земля Была Неглубока Когда Взошло Солнце Увяло Как Не Засохло Иное Упало В тернии И терния Выросла И заглушила Семя И оно Не дало Плода Иное Упало На Добрую Землю И дало Плод Который Взошел И вырос И Пронесло Иное Тридцать Иное Шестьдесят И Иное Сто И Сказал Им Кто Имея Уши Слышать Да Слышит Когда Ж Остался Без Народа Окружающий Его Вместе С двенадцатью Спросили Его О притче И Сказал Им Вам Дано Знать Тайны Царствия Божия А тем Внешним Все Бывает В притчах Так Что Они Своими Глазами Смотрят И Не Видят Своими Ушами Слышат И Не Разумеют Да Не Обратятся И Прощены Будут Им Грехи Толкование Кто Такой Сеятель Сам Христос Который По Человеколюбию И Снисхождению Неотлучно Ишел Из Отчих Недр Ишел Не для того Чтобы Сожечь Проклятую Землю И злые Сердца Не для того Чтобы Исечь Терния Чтобы Сеять Семя Какое Семя Не Моисеев Ли Не Семя Ли Пророков Нет Своё То есть Чтобы Проповедовать Своё Евангелие Он И сеял Но Из семян Одно Пало на душу Подобно Дороге Попираемой Многими И птицы Небесные То есть Демоны Владеющие В воздухе Пожрали Это семя К таким Людям Относятся Человекоугодники Они Тоже Что дорога Попираемая Многими Кто Всё делает Только для угождения Тому или другому Тот бывает Попираем Многими Но Заметь Господь Не сказал Что семя Брошено При пути Но что Оно Пало При пути Потому что Сеятель Бросает Семя На землю Как на добрую А она Сама Уже Оказавшись Худой Губит Семя То есть Слово Впрочем Некоторые Хорошо Понимали Упавшие При пути В том Смысле Что оно Пало На неверное Сердце Ибо Путь Есть Христос А находящиеся При пути Суть Неверные Которые Вне пути То есть Христа Другое Семя Пало На душу Каменистую Разумею Тех Которые Легко Принимают Слово Но Потом Отвергают Иное Семя Пало На душу Пекущуюся О многом Ибо Тернии Суть Житейские Попечения Но Четвертое Семя Пало На Добрую Землю Впрочем Хочешь Хочешь Легко Знать Что От Бога Дано Всем Видеть Должное Слушай Видеть Это От Бога Не Видят Это От Злобы Их Ибо Бог Создал Их Видящими То есть Понимающими Доброе Но Они Не Видят Смешая Очи Свои Добровольно Чтобы Не Обратиться И Не Исправляться Как бы Завидуя Собственному Спасению И Исправлению А Вот Эти 25% Которые На Добрую Почву Они Еще Дальше Еще Уменьшаются Там Другая Притча Есть У нас С Володей Спорили Ну как Тут же Написано Что Взойдет Мне кажется Тебе больше Не надо Спорить Что Володя Говорит Что Это же Там же Написано Взойдет В 100 Крат 60 Может Зайти А может И не Зайти Даже На Добрую Почву Почему Потому Что Там Другая Притча Еще Будет Что Из Этих Которые Приняли Слово Нестор Ну вот так Посмотри На себя Со стороны Сам Оцени Оцени себя Ну 60 Крат Или 100 Дело в том Что Все мы люди Какая-то Из этих Почв Вот Четыре Почвы Сам Себе Внутри Просто Прочитай Еще раз Эту Кричу И цени К какой Вот Ты сейчас Почве Относишься Ну Гляди Ты вот С удовольствием Сегодня шел С братьями Сестрами Увидиться Помолиться Или Так бы Не очень Хотелось Дома Бы Там Остался Взял Гаджет Свой Не пытайте Пацана Пусть сам Хотя бы Внутри Себе Признается Сам Нет Это сложно Признаться Главное Сейчас мы Ну Че ты Че молчи Говори Да С удовольствием Шел Или так Все таки С проклацей Ну Так По честному Только Нестор Даже Если Было Какое-то Нежелание Но Ты себя побуждал Ты уже Молодец Ангел считал Твои шаги Это тоже Хорошо Потому что Святые Сыучат Побуждайтесь Ну Судя по тому Что Как ты себя ведешь Понятно Что Лучше бы Кверху Воронка Еще Немножко Полежать Чуть Храпануть И так далее Понятно Тараси Судя по Реакциям Тоже Неумытый Поросюшка Ясно Вот Глядите Вот Вот кто Точно Готовится Видите Сколько Пишет Явно Что Подготавливался Человек Взяла Тетрадь Шла Сюда Даже Если Ей не Очень Хотелось Она Взяла Тетрадь И пришла Пишет Здесь Сидит Я не Могу Сказать Я могу Предположить Что Моя Почва Между Той Что У дороги И Доброй Почвой Мне Это не Нравится Честно Интересно Очень Интересно Увы Вот Увы Это Является Началом Покаяния То есть Четвертой части Ты давай С дороги Да Да Увы Это Вот Это Очень Хорошая Ты Только Надо Сейчас В себе Покопаться Не Переставая Заботиться О брате Вот У тебя Брат Там И отец Не Переставая Заботиться О них То есть Готовь Вот Через Не могу И это Тебя Выведет На нужную Дорогу Как Проленишься Не Станешь Готовь Представь Ты будешь Доктором Тебе Надо Будет За людьми Ухаживать Вот Я сейчас Лежал Там Да Когда Тот Врач Хирург Приходит Со всеми Беседует И Со мной Успел Поговорить О золоте И там С другими Ну Со мной Больше всех Потому что Ему интересно Он оказывается С горного Алтая И он Ходил В эти Шахты Там Много Шахт У них Он туда Лазил И вот Он там Вопросы Задавал Тоже Ну Поговорили Интересно Он там О Малахите Спрашивал О Яшме Там Такой Интересующийся И химию Отлично Знает Что Ты Это Брось Я говорю Ну Это Просто Хирург Хирург Рассказывал Да Мы знаем Этих Хирургов Тих Мачей Короче За сало За это Как взялся Я говорю Да Нет У меня Никакого Сала Просто Хирург Объяснил Химически Почему Нам Нужно Сало Есть Не Нужно Нам Никакого Сала Фиг Понимаешь То есть Какие Ты Должна Прям Всю Себя Отдавать Людям Вот Виктор Андреевич Поглядей Он Больше Чем Так Я Когда Это Спросил Этого Хирурга Подошел И говорю А вы Спиртной Это Пьете Нет Я спиртной Не пью Там Покемонов Пой Ну Они По-моему Не Покемонов Поймали А Хохотунчик Какой-то Что-то У них Там Не Понятно Я Гра Это Ну Там Чай Что-то Такое Пьете Конфетки Ну Это Пожалуйста Ну Ничего Не Надо Я Говорю Почему А Виктор Андреевич Я Говорю Виктор Андреевич Ну Да Это Это Ж Виктор Андреевич Вот Так Мне Я Да Я Говорю Виктор Андреевич Он Такой Понятно Я Говорю Конечно Понятно Но А Операцию Вы Мне Делали Ну Да Я Я Ну Ладно Тогда Я Купил Чаю Конфеток Передал Так Я Ему Так Подошел Пакет В руки Он Как раз Мимо Идет Александр Васильевич Разрешите Вон Такой Виктор Андреевич Позыв Май Виктор Андреевич Там Позывается Вообще Авторитет Мощно Там же Ну Это Он же Настю Перевелил Это Александр А Да Он Настю Андреевич Говорил Ну Может Да Наверное Это Александр Наверное А это Можно Я Фроши Спрошу Скорее Всего При пути Как ты К себе Относишь Между Доброй Доброй Это Плоды Приносит А при пути А там же Еще Один Что Толкование А там Еще Есть Темные Волсы Перед Этим Как Тя Запомнило При пути Как Это Тебя Терзает В чем Это Выражается При пути Что Земля Жесткая И Уносит Кто По дороге Уносит Как Птицы И потом Птицы Там Еще Где у тебя Твои Какие птицы Синицы Кто Кто Ну Бесы Кто Понятно Я Чем Тебя Спрошу При Дороге Как Можно Сказать Жизнь Которая Такая В обществе В обществе Жизнь Она Жесткая Такая И Она Своё Течение Уносит Вот Как Люди Ходят Мимо И Ветер Дует И Семена Уносит А потом Там Еще Птицы Летают Я Думала Это Как Так Молер А ты Тернии Волши Перескочила Еще Подожди Прекути Жесткая Ты Сама Себя Считаешь Жесткой Да Нет Нет Все Понятно Что Этот Мир Жесткий Она Же Тебе Говорит Не Перепивай Говори Да Она Сказала Уже Этот Жесткий Мир То Учителя Люди Ходят Подруги Она С ними Общается Этот Мир Правильно Я говорю Ну ясно А что еще Есть у нас Другого Какие-то Фильмы Ты там Смотришь Что-нибудь Там еще Такое Там Посмотрела Не то У тебя Уже Начинается Только Это Тернии Волшцы Они При Дороге При Дороге Это Совсем Плохо Это Прям Никуда Не годится При Дороге А вот Тернии Волшцы Да Они Произрастают Внутри Тебе Сложно Переварить Потому что Истинная Вера То есть Еще Ты Христу Не отдала Сердце Своего Мы Сегодня Разбирали С этими Братишками Иисус В нашем Сердце Нам Молодым Иисус В нашем Сердце Как понять Иисус В твоем Сердце Есть Или Нет Вот и Все Иисус В твоем Сердце Вот пока Он под рукой Здесь У меня У мамуленьки У папуленьки Они За него Переживают Вот Иисус Есть В сердце Его Одного Попробуй Оставь Очень Сложно Там Гаджет Будет В сердце Там Какие-то Игры Будут В сердце Еще Что Евангелие От Марка Четвертый Глава Стринадцатого По двадцатый И говорит им Не понимаете Этой притчи Как вам Уразуметь Все притчи Сеятель Слово Сеет Посеянное При дороге Означает Тех В которых Сеется Слово Но Которым Когда услышат Тотчас Приходит Сатана И похищает Слово Посеянное В сердце Их Было Что у тебя Такое Ты меня Слышишь Вот видишь Сатана У вас И у нее Она при дороге Что я сейчас Скажу Все же Давай дочитай До конца Или все таки Она слышит Может не при дороге Может ты прав Да не при дороге Не при дороге Ты что При дороге Она не поняла До конца Тернии волцы У нее При дороге Ты что Это вообще Ничего Значит Это те Знаешь Которым Вы проповедуете На улице Да Они развернулись Да Вот это да Она здесь Рядом Записывается Она многое знает Она наизусть Знает Местоописание Так что Это вряд ли При дороге Тернии волцы При дороге Это те Которые Тотчас Приходят Сатана И похищают Слово То есть Он Сатана И говорит Злой Дух Не верь Не верь Тому Слово Они врут Не надо Не надо Так прям Думать Что она Сказала Это Истинно В последней Инстанции Она Все таки Еще ребенок Не до конца Может Осознать Это При дороге Это очень Нехорошо При дороге Даже Твой брат Нестор Это не при дороге Он балдеет Что-то На нос Себе Одевает На ухо Вот И тут Временами Я и временами Тоже Собой Занимаюсь Что-то Слушаю Слушаю При дороге Да нет Нет Ну понятно Да То есть Если Категория Людей Это Отношение К Слову Божию Либо Он Принимает Потом Потом У него Либо Не Принимает Либо Если Принял То Начинает Деятельно Участвовать В христианской Каким-то образом Тогда Уже И плоды Получаются При дороге Это вообще Начало Самое Ничего себе Там дальше Еще Не имела Корну Засоба Она так Хитро Сказала Я Между При дороге То есть Между И между Доброй Почти Невозможно Нет Нет Нельзя Служить Зевулу И Христу Одновременно Я вроде Как И Доброе Семя Приношу И тут Светлана Похищает Если Светлана Похитит Слов Божие В том Что она Сказала Было Хорошо Что Хотя Она Ответила То есть Явно Что Человек Духовно Пытается Мыслить Это Уже Хорошо Мне Станислав Юрьевич Сказал Что У Вани Какой-то Вопрос Есть По Ветхому Завету Говорит Он Тебе Задаст Его Ну Вот Я Вижу Уже Конец Занятий Никаких Вопросов Нет У Вани То Ваня Что-то Там Мелькнуло Про Иудеев Хотел спросить Про Иудеев Давай Спрашивай Давай А подожди Сейчас Дочитаем Потом Спрашивай Давай Молодец Хорошо Слушай Прось Что Такого При дороге Чтоб Ты потом Не Козырек Одень Уже Успокойся Чего Тут Прикопался Кривочкам Посеянное При дороге Записывай Себе Будешь Так И считать Себя Что Ты При дороге Означает Тех В которых Сеется Слово Но Которым Когда Услышат Тот Час Приходит Сатана И Похищает Слово Посеянное В сердцах Записал Это же Не так Он же Не похитил Сейчас Ты его Записал Да нет Конечно Ухаживает За братьями Тетрадку Сохрани Под замок Уже Уже Подобным Образом Посеянное На Каменистом Месте Означает Тех Которые Когда Услышат Слово Тотчас С радостью Принимают Но Не имеют Себя Корня И Не Постоянны Вот Это Может Потому Что Она Говорит То Доброе То При Дороге Потом Когда Настанет Скорб Или Гонение За Слово Тотчас Соблазняются А Не Было Пуст Еще Пока Гонения Нету Скорб Скорб Может быть И есть Все-таки Мать Потеряли Гонений Нету Посеянное В тернии Вот Что ты Думаешь Означает Туда Сядь подальше От него Давай На щите Сейчас Дальше Будешь Смотреть Еще Посеянное В тернии Означает Слышащих Слово Но В которых Заботы Века Сего Обольщение Богатством И Другие Пожелания Входят В них Заглушают Слово И оно Бывает Без Плода Богатством Просите Обольщал Кто-то Жених Богат Зачем Ты это Христианство Давай Пока Не было Такого Жениха Дай Бог Не будет Да И не надо Да Молодец Без Жених Пока Давай А Посеянное На доброй Земле Означает Тех Которые Слушают Слово И Принимают И Приносят Плод Один В тридцать Другой В шестьдесят Иной В восто Крат Толкование Здесь Указано Три Разряда Людей В которых Слова Пропадает Одни Невнимательны То есть Они Это слово Не Внимают Внимание Либо Ты Внимаешь Либо Внял Вынял То есть Один ухо Влетел А другой Влетел Тарасия Ты Внимательнее Скажи Нет Нет Видишь Сознался Это Хорошо Уже Это Нормально Так А это Хорошо Или Плохо Плохо Внимательнее Внимательнее Так Эти Означены Словом При дороге То есть Которые Невнимательны Ты Фрося Очень Внимательны Ты Все Записываешь Ты Не При Дороге То есть Ты Сказала Немножко Не Попало Немножко Сильно Не Попало Другие Молодушны Сии Разумеется По словам На камне Вот Молодушны К тебе Подходит Ну Тут Ее Гонениями Тоже Как Тоже Не Проверишь Начни Сейчас Ее Гнать То ли Она Убежит То ли Не Убежит Не Молодушная Есть Потому Что Гляди Она Часто Ленится Тогда Когда Молодушие Это Когда Тот Долг Ответственность Которую Тебе Господь Дает Нести Ты От нее Отказываешься Временно Молодушие Потом Тебе Опять Приходит Совесть Опять Начинает Да Пришла В школу В платке Решила Ходить В платке А кто Сказал Ой Что Ты В платке Ходишь Как Баптистка Или Еще Кто Тоже Да Походила Раз И сняла Платочек Все Молодушие С молодуши Ничего Не смогла Да День Два Три И все И понеслось Кажется Да Тебя на работе Подходили Проверяли Тебя на молодушие Когда ты начала Платок Носить Конечно Трой Трой Не было Таких Все Таких Все Таких Может Полудушие Не подкрадывало Ну я Как одела Так не Работала Что Такое Было Конечно Вон Вздохну А ты Что Внимательный Тоже Невнимательный Не Очень А хочешь А хочешь Быть Внимательным Вот Не Приставай Тогда К Тарасю Когда Он Рядом Сидит Не Не Отвлекайте Друг Дружку А то Вы Начинайте Мериться Силой Начинаете Помаленьку А потом Пинаться С клиентами Работаешь Нет Тогда Тебя Еще Нет Вот Вячеслав Семенов Тот Кто С клиентами Работает В аэропорту Тот По уставу Должна Быть Аккуратно Подстрижена Борода Да Причем Служи Безопасности Да Мне Борода Наоборот Помогает Конфликты Потому Что Ко мне Как к духовному Лицо Обращается Мне проще Уладить Конфликты Это правда Вы меня Заставляете Бороду Портить И он Не стал Бороду Портить Его выгнали Нет Да ты что Это Господь Он Такое Письмо Ему Господь Положил На сердце Обличительное Им написать Читало Вообще И отстали Короче От него Разбил Пух и прах Он Стоял Своё место На работе И отстоял Он Безукоризненный Меня клеветали Вы же на камеру Смотрели На него Просто Наклеветали Что Он Не пустил По своей Дожности Он не должен был Пускать Этого человека Покажи Документ Я тебя пропущу Ты же меня знаешь Я же Вася По инструкции А тут Обиделся Видать И на ругляузу Накатал Что он Меня Вытолкал А он говорит Я его не толкал Я просто Не пустил Там уже везде камера Да Какая-то Просмотрели Но уже Уже Надо же У нас Такое государство У нас У меня на работе У нас кумовство Как у Погишахов Везде На той неделе Пеклановости На той неделе тоже не написали Прям Откровенную клевету Прям уже написали То есть так-то я всем покоя не даю А тут уже все Да Прям там Со всех сторон Блажен Я сначала думала Я говорю А что эти люди хотят Написали Не написали Что они хотят Я говорю Там сто тысяч С меня удержать Из зарплаты Или что Что эти сто тысяч Куда мне их пришить Не знаю Пиши объяснительный Я говорю Я ничего писать не буду И вот это смирение Да Смириться С несправедливостью Я думаю А зачем Ну если они клевещут И пусть И пусть так и будет Посидела Посидела Как-то А где такое есть Такого не написано Ничего Ну побеждает Зло добром У меня первая мысль Просто Да Смириться И сказать Ну пусть так и будет Никогда Что так и будет По слову Божьему Никогда такого не будет То есть я не буду оправдываться Я не буду доказывать Свою правоту Я посидела Успокоилась Это лжесмирение Ну да Да Я успокоилась потом И вот у меня Слова прям из меня Так идут Идут И я такая О У меня уже прям Речь Думаю Ее надо записать Потом я ее записала Потом у меня новые факты вышли Которые еще больше Показывают Что я невиновна Я эти факты Уже переписала Это все Я говорю Во Железно Все подчеркнуло Видите Нет моей вины Потом все равно Мой начальник Говорит Ну ты же все равно Виновата Ты же все равно Вот тут не проверила Я говорю А как Ну вот так Так-то-так-то-так-то Эти же слова Ты должна была проверить Я говорю Для меня эти слова были Вот Ну докажи Я говорю Подожди Нахожу Я говорю Вот видишь Еще одно доказательство Он О Распечатай мне его И подчеркни Я тоже его приложу То есть он Как бы и хочет Не поверить Но все равно То есть Общественность Да Общественность на него Давит Что Нет Она все равно Не права И он То туда То сюда Молодушно Не верить Да Только раз Вот туда Ну Ну У меня не оставят Спокойно Тебе Временно Удалось Что ты Что ты Не верблюд Я не пойму Что вы от меня Хотите Вы что Ко мне Привязались Ко всем Ну ты вот Ходи Ко всем Там Улыбайся Всем Там Это Я говорю Я вообще Ни с кем Не ругаюсь Ни с кем Не общаюсь Что им надо Они соберутся Меня хотят Чтобы я Подчинилась Меня подчинить Ну подчинить чему Сатане Понятно Я делаю их работу Все же этого хотят Ну конечно Все они звезды А мы никто Работа Все звезды Бакарат Куда Я была как все Не упендривая Что ты Училку включаешь Они говорят Училку включаешь Я говорю Да я учил Это моя профессия Почему Ну людям нравится Более Учитель Так Ну вот Каждый Относится К какому-то Но по идее Мы тут все В храме Мы должны быть Четвертой Ладно Давайте Четвертой Категории Земли Другие Молодушные Си Разумеется Под словом На камне Молодушные Это человек Которого Легко Склонить На худую Сторон То есть Молодушные Это на камне То есть Они сначала Принимают Учение Христово Верят Все ходят А потом Кто-нибудь Раз Ну сними Платочек Или пойдем В бар Посидим Или там Ну ты же Вот такая Ты же плохая Ну согласишь Что ты плохая Да-да-да Я плохая Молодушная На самом деле Ты же внутри Ты себя знаешь Что ты плохая В другом А в этом Конкретном Ты Вот Вы бы меня В чем-нибудь Другом Обвинили Может быть Я бы и согласилась Ну и то Скажи Кто вы такие Что судите Меня Не бог Судья Что ты судишь Чужого раба Вынете Прежде бревно Из своего Потом уже До меня Берите Нет Кто вы такие Это конечно Не надо Так сказать Говорить Ну это писание Так говорит Ну так не надо Да Что-то Ты судишь Брата Своего Да А то Когда тебя обличают Обличают Справедливо Ты отвечаешь Не судите Да несудиво будешь Но это лукавство Повосят Потому что он тебя Справедливо Обличает А если несправедливо Тогда Тогда подходит Потому что христа Потому что христа Несправедливо Обвиняли Так его Несправедливо Своей Обвиняли Это очень Дело А к ней Это никак Не относятся Ее безбожники Обвиняют Они хоть что Могут про нее Сказать Они могут Сказать Что у нее Рога Или у нее Когти Где-нибудь На спине Хвост Хвост Там Под юбкой Еще Что Они Чухош Могут Сказать Вот Сложность Почему Она Сначала Остановилась Что писать Явно Что Ложь Хорошо Что Господь Побудил Написать Думать У нас Почему Клеветы Нет Такой Статьи Чтобы Человек Оклеветал И Начальник Узнал Что На тебя Оклеветали И Как будто Это Вот Теперь Так Вы эти слова Говорили Писали Отвечайте У нас же Еще Коммунистическая До сих пор Идет Забота О человеке Каждый Сексус Ты что Настучал Представляешь Как раньше Было Людям Тяжело На тебя Настучали И все И тебя Тут же В лагерь Отправили Без подписи Даже Стучат И все А вот Качество Никак Не наказывается Хотя Статья Клевета Существует Но Человека Туда За клевету Невозможно Посадить Потому что Обычно Человек Пишет О другом Человеке И всегда Найдется Там Какой-то Этот самый Его друг Доброжелатель Который Думаю Только Хорошо Прямо Оно Само В руки Пришло Давно Хотел Что Сделать Хорошее Три же Дальше Про камень Про малодушие Разобрались Третье Сластолюбивы Означаемые Словом В тернии То есть Тернии Заглушают Истину Слово И ты По сластолюбию Усклоняешься Вот Заботы Житейские Хочется Пописнее Поесть Побогаче Одеться Подороже Машину Там Попа Богаче Дом Христос Че с этими Нищебродами Это вообще Славик Пришел Говорит Я сластолюбивец Я говорю А что такое Сладкое Очень люблю Сладкое Говорит Да волков Когда еще Сластолюбивец Я говорю Сластолюбивец Я говорю А что такое Сладкое Страшное Люблю Я говорю Ты Я Полном Сирен Как Мшелоимство Помнишь Тоже К батюшке Пришла Одна Мшелоимство Батюшка Рассказывает А что такое Мышеловки Ставлю Мышей передушило Мышелоимство А что на самом деле Это я думаю Мышелоимство Ну это Человек Такой Крахобористый Как Жирноватый Такой Он в мышах Третье Третье Сластолюбиво Означаемые Словом Втернии Толкование Три же Разряда И тех Которые Приняли И сохранили Семя То есть Как Три Разряда Тех Которые Не Приняли Давай Просик Вспоминаем Что это за три Разряда Первая Первая На дороге Дороги Не надо При дороге При дороге Значит Они Это какие На дороге Это вообще Труба Поклевали Птицы 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 Это кто Дьяволы Дьяволы Злые мысли Злые духи Которые Истинные Добрые мысли Тебя просто Сглатывают И говорят Что эти Добрые мысли На самом деле Злые И им не верят Второе Второе Это на камне Те которые Сначала принимают Но При гонениях И сложностях Отступают И третье Молодушие И третье Это Тернии Которые Увлечены Житейскими Заботами И Тебя это Наградзит Тебя Нила Это На уровне Забота Это как раз И есть Житейские Заботы Ты в книжке В основном Что имеешь Там Угород Помидоры Главное Духовное Все Это как Марфа Кстати Помидоры Это засолили Что-то сделали С ними Карасей Всех съели Или осталось Маленькое Еще Остались Еще Остались Тебе достались Печеные Сегодня Нет Да Вкусные Мне не досталось В следующий раз Ты принеси Чтобы мне досталось В духовке Не доведешь Хотя бы одного А ты вот это Вспоминай Так Хотите Чтобы сами Поступали люди Так И вы Поступайте С ними Понравились тебе Карасики Печеные То Пеки Да Принеси Угостить И так Хорошо Будет Да Так Жаль Дальше Три же Разряда И тех Которые Приняли И сохранили Семя Одни Приносят Плод Во сто Это люди Совершенной И высокой Жизни Другие В шестьдесят Это средние Иные В тридцать Которые Хотя немного Но все же Приносят По силе Своей Так Одни Суть Девственники И пустынники Отшельники Про которых Сейчас Севастян Читает Нам Златоуста Пустыня Там Только Плодоносит Ничего Воды Нет Зверя Другие Живут Вместе Общежительные Монахи Вместе В общаге Конечно Что они По своему Издельственники В общежитии Иные В мире И в браке Мирские Но Господь Принимает Всех Как Приносящих Плод Принимает Но однако Вот идет Такое разделение Нету Никакого Разделения Слово Божие Не делает Никакого Разделения Делает Сто Сдесят Тридцать Это же есть Разделение Но это Есть Разделение А что Людей Делить По Награде Имеется Ввиду То что Все туда Попадут Но Есть Девственники 144 тысячи Говорится Это они В виде Откровения Нам уже Не видать Может не попасть Ну плоды То мы можем Хотя бы В 30 Четыре раза По 30 Серафим Саровский Вообще У него Тысяча Спасешь Ты И вокруг Тебя Спасутся Тысячи Даже Не один Несколько Тысяч Ну вот Защитую Допустим Семейных Да Вот он Действованник Он Сто Крат Принес Семья Четырех Человек Каждый По Тридцать Уже 120 Уже Больше Получается Правильно Так что Я Математику Люблю Да ты Не просто Математик Ты Ньютон Духовного Мира Есть Еще Посчитал Ну вот это Вот Тридцать Шесть Сто Шестьдесят И Тридцать Для Монахов Вообще Для Мня Непонятно Как Они Там Считали Как Здесь Написано То есть Эти Подсчеты Для Меня Вообще Непонятно Что Они Такого Великого У меня Мысль Какая То есть Женатый Заботится О том Как Угодить Жене А Неженатый Заботится О том Как Угодить Йух Господу Все Таки Неженатому Легче Сто Крат Принести Плодов Он Не Заботится О Жене Если Он Истинно Ну Да Как Легче Чем Они Занимались Как Он А Говорит Ученику Иди В город Продай Корзины Которые Мы Наплели И Он Берет Корзины И Поплелся В город Поплелся Там Увидел Какую-то Женщину Пал В грех Там Как Всегда Пришел Там Плачет Вот Это Ты Молодец Сто Все Ты Сто Ты Покаялся Бросил Эту Гадину А Она В него Влюбилась Оказывается Уже Ребенок Есть И все Нет Ты Мне Не Нужна Молодец Это Сто Пятьдесят Всех Бросил Мать Пришла Через Окошечко На нее Так Взглянул Уйди Женщина Здесь Только Мужчины Монахи Чебык Закрыл Триста Тебя Плодов Я Вам Жития Святых Рассказываю А Монахи Сколько Плодов Сто Ну а если Он мать Не принял Ты Женщина Иди А Тот Который Своего Пацаненка Схватил И в реку Бросил Потому что Ему там Сказал Настоятель Этому Ну Тысяча Пятьсот Можно дать Я думаю Выкинул Своего Ребенка В реку А Монахи Которые Выловили Им по Пятнадцать Дадим Не больше Сетями Сетями Выловили Этого Пацаненка И он Не утонул А другой Вообще Я взял Написано В печку Бросил В огонь Он там Был На кухне Привели Пацаненка Говорит Да бросил Он В печь Одна Дай Он Раз В печь Но По Моновению Божьему Печь Погасла И Ребенку Ничего Не Сталось Ничего Не Сталось Ребенку Этому Вообще Дадим Десять Тысяч Тут Наверное Имеется В разрезе Одного Человека Вот Тут Непонятно В разрезе Чего 160 И 30 Я понимаю Когда ты себя На 100% Реализовал Как эти любят На 100% Как ты сегодня бегал На 100% Я выбегался Все На стадионе На 100% Человеку Вот Игнатий Тихонов Мне кажется Он работает На 100% И у него Уже не 100 Последователей Хотя Женатый Хотя И женатый Не один Может быть Но Мало Таких Которых Я встречал Которые Имеющие Жен Будьте Как Не Имеющие Он Исполняет На 100% Это То есть Он Написано Возлюгли Ближнего Как Самого Себя Я люблю Как Себя Я В заплатах Ты Небольшая Ничего Ради Я Буду Разоряться Разоряться Зачем Тебе Два Три Ко мне Все Их Хватит Так Ну Записывай Последний Так Давай вопрос Задавать Про Иудеев Да я Когда мы Читали С Станислав Юрьевичем Про Иудеев О том Что Они Гнали Иисуса Я Очень Задумался И Задал Ему Вопрос О том Что Вот Были Предписания Пророков О том Что Они Говорили Как Придет Он Как Будет Идти Вот Это Ну То Что Его Вознесут На крест То Что Его Будут Гнать И Они Вот Это Все Знают Они Вот Это Все Читали И Все Равно Надеются Что Придет Мессия Который Им Будет Который Даст Земных Благ То Есть Они Надеются То Что Придет Вот Этот Все Земные Блага Но При Этом Они Знают То Что Его Распнут На Кресте И Так Было Написано Я Вот Задал Вот Этот Вопрос А Станис Сафирович Сказал О том Что Вот Эти Книги Ну Ну Вот Эти Первосвященники Знающие Понимающие Как Это Влияет На Разум Иудеев Они Ну Они Эти Книги Старались По Мере С Возможности Истреблять Чтобы Люди Не особо Сильно Задумывались А слепо Верили В их Слава В том Что Если Они Вот Знали То Что Как Должен Будет Прийти Мессия Как Он Должен Принести Спасение И Все Равно Надеяться На Совершенно Другое Знать И Верить Все Разные Верить Они Евреи Они Мессию И Христа Разделяли То То есть Христос Это Помазанник Божий А Мессия Это Тот Кто Пришел От Бога С Определенной Миссией То есть С определенной Целью Это Определенная Цель Была Вывести Весь Народ Иудейский В спасение А какое Это спасение Рай Это будет Или как Они Не знают И до сих пор Они не понимают Они все В Шиоле Пока что Находятся В преисподних Местах Шиол Преисподнее Место Это не рай И они знают Об этом Вот в чем дело А то что Кто это Они до сих пор Не знают Они гадают Что это за пророк О котором говорится В 53 главе Книги пророка Исаия И все Они не знают Что это Христос Они вообще Имя Христа Не произносят Тот Который родился От блудницы Они вот говорят То есть Они считают Пресвятую Богородицу Нечистой женщиной А все будет С точностью Да наоборот И то что Они ждут Антихриста Это Ну Можно Говорить только нам Что они ждут Антихриста Они сами Ждут Мессию Мессия Который придет Спасти весь народ Израильский Вывести его Из плена Вот этого Языческого Вокруг Вот это Вот все Что вокруг Они считают Это язычеством У них Правильная Иудейская вера И вера В Иегову Или Адонии Адонай Истинного Бога Поэтому То что Ты говоришь Что они Знают Об этом И так далее Вот это Как раз Ключевое Ключевое Слово Которое На них не действует Никак Это ты знаешь А они не знают И они не хотят Знать Больше того То есть ты допустим Имеешь необыкновенные познания В слове Божьем Когда задаешь Такие вопросы А они этого Не знают Они Свято верят В то Что придет Мессия Который спасет Весь народ Израильский Нет Брат Ну есть же Иудеи Которые знают О Христе О Христе Читали Просто Они не верят В это Они же знают Что им существует Христиане Мы Просто Сектанты Для них Все Христиан Они знают Но не верят Почему не верят Потому что Только им земные Благо нужны Что они знают Вот что ты знаешь О Иудеях Скажи мне Вот о современных Иудеях Об их обрядах Что ты знаешь Да ничего не знаешь Практически И я точно так же Так же они Начни с ними разговаривать Они так же О христианстве Ничего не знают Потому что Чтобы быть христианином Нужно жить в христианстве Ну какие-то Богословы там у них Может быть Что-то знают И то Не до конца Они же не верят В это Точно так же И мы В Иудейском Вот там Семисвечник У них там есть Шойхет И так далее Чем занимаются они Как они Обрезание делают Ты что знаешь Об этом Ничего не знаешь Так и я тоже Ничего не знаю Я только знаю Что Христос там сказал Как все это будет Вот и все Не ну книги же Ветхого Завета Они читают Да нет у них Книг Ветхого Завета Кто тебе это сказал У них Тора есть Пятикнижья Ну это я имею ввиду Ну и что ты хочешь А пророков они Пророков они Только Они 53-ю Главу Они Может быть Не каждый Читает В Торе о Христе Не упоминается Нет А что там Упоминается В Торе о Христе Ну давай Ну сказано Оно будет Жалить его В питу А оно Паразит ему Темя Темя Ну голову Нам растолковали Ну мы растолковали А они что понимают Они знают Что Каждая женщина Должна родить Потому что Возможно Будет этот Самый спаситель Вот этот мессия Который Придет И всех спасет От сатаны И смерти Ну это Они знают А потом они Потому что Яков говорит об этом У них книга Бытия Но они то Антихриста Примут Именно как Спасителя От сатаны От сатаны И вот От язычества От этого Всего Да Они знают Что Ему будет Как бы Подвластно Все Но должен еще Христос быть Христос Помазанник Мессия Это придет Он Это дело Сделает А дальше Кто будет И дальше Кто-то еще Будет Должен прийти Я так понимаю Потому что Сказал же Моисей Придет Пророк От меня Его Слушайте А его еще Нет у этого Пророка Тоже Они тоже Ждут То есть Ты считаешь Что они Не читали Слова Христа Что Царство Мое Не от мира Если бы они Читали То они Может Как-то Усомнились Или Ну он же Сереж Ты кабалу Читал Кабалу Кабала Это у них Вторая книга После Торы Это объясняющая Книга Торы Кабала Мы о ней Только знаем Что кабала Это для нас Как кабала Это что-то Сатана Такой с рогами Пятиконечная звезда Вот все Больше ничего не знаем У меня Такой ассоциация Что кабала Это что-то Сатанинское Да Это Самое что-то Есть Ветхозаветное Толкование На Тору Иудеев И все И там Если ты Почитаешь Ты потом Скажешь А где тут Сатанизм В чем Сатанизм В том Что на место Христа Они ставят Антихриста Вот в чем дело Вот в чем Сатанизм Оставь Все остальные слова К истинному богу Относятся Если к истинному богу Их отнести Все подходит нам Да нам подходят И все заповеди Их законы Шурка на руки Иудейские Там тоже ничего Противного нету Как сберечь Там Птицу Там Или там Как соседские отношения Сберечь Эти законы Как относиться К тем людям Которые язычники Они к нам Относятся Как к гоям Это Животные С человеческим Обличием Чтобы им Не было противно Принимать От нас Их Служение Вот так Поэтому Он задал Этот вопрос Потому что Так же Как и мы Он не знает Что иудеи Не знают Они же Знают Он говорит Они не знают Просто Вот и все Если бы они Принимали То что Христос Сказал Говорит Вы Такие же Как отцы Ваши Которые Убивали Пророков А потом Строили Памятники И они Соглашаются Ну да Да Так вот Это вы И есть Потомки Этих Злодеев И они Ничего Не поняли А потом Только Когда уже Убивали Этого Стефана Тогда только Поняли Ну как Чего не поняли Ну кто-то Понял Один Павел Он увидел Это Понял И обратился А другие Так И побили Его Камнями С удовольствием А сколько Его слушали 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 Пока Он не сказал Это вы Люди Жестаковые Иные Вы Руками Римлян Убили Праведника Сына Пилили Почему Ему Станислав Юрьевич Ответил Я тебе Пришлю Кабалу Он говорит Пришлю Там Тору Пришлю Почитаешь Чтобы понять Он хотел Чтобы он Понял А он Этот Сам Станислав Юрьевич Он Несколько лет Был В общине Иудейской И он Молитвы Говорит На Идиши Молитвы Говорит Да Он Прям Говорит На Идиши Молитвы Мне Рассказывают По телефону Ну Молитвы Господу Обращения Просто Господи Спаси Ну Да Это их язык Еврейский Иврит Иврит Да На Иврите Одно и то же Это Каждый Оставил свое Мнение Воспитание На этой душе Ну Да Поэтому Вопрос То Такой Мой Ну Ты понял О чем Я сказал Нет Кто Он Да Нет Почему Не понял Частично Ну Даже Частично Понятно Что Он Он Вопрос Задал От себя И он Правильно Задает Потому Что Он Знает Он Говорит Они Ж Знают А я Отвечаю Они Не Знают Я бы Сказал Они Не Верят Это Лучше Подходит Они Знают Не Знают Он Уверен Что Они Знают Как Они Знают И Все Равно Не Верят У них Свобода А я Тебе Отвечаю Ты Знаешь Что Допустим О бракосочетании У них Или Еще Ты Скажешь Я Не знаю Ну Точно Так же Они Не Знают И О Пророках Чего Они Будут Знать Они С Чего О Пророчествах Этих Правильно Ему Сказал Пророчества Такие Они Не Нужны Просто Давно Было Ветхий Завет Пророки Какие Погибли Вы Знаете Что Погибли Ну И Все Кто Об Это Сказано А Мы Берем Это Пророчество 53 Главы Конкретно Начинаем Когда Разбирать То Это Все Подходит Только Ко Христу Потому Что Там Столько Нюансов Столько Мелочей Все Мелочи Сливаются В Одно Только Выражу У меня Племянник Моей Сестры Сделали Операцию Был признан Рак Уже Неизлечимый 48 Лет Веры Конечно Не было Да И Нету Он В Томске Оперировался Не Поднуждался Чтобы Там Услышать Хотя Мы Все Пытаемся Говорить И Говорить Мы Считаем Очень И Очень Доходчиво Но Еще Пока Вот здесь Не слышится Помолитесь И Возвать Евгений Время Потому что Для него Отпущено Очень Коротко Помоги Господи Ясно Что Чего Рак Уже И Мать Не Может Помочь Ему В каком Плане Потому что У Самой Этой Веры Нет Моя Сестра Вторая Жизнь Прожила Хотя Мы Все От Своей Мамочки Слышали О Христе Причем Доказанной Ею По жизни Вот А Она Вышла За неверующего И Конечно Жизнь Пошла Под откос И Все Это Время Она Не Может Прийти Мне 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 Даже Иногда Странно Я Смотрю На Наших Сестер Такие Верующие Сестры Такие Прям Положительные Что там Говорить И Их Родные Близкие Не Верят Даже Странно Думаю Ну как Так Я Это Вижу Я Не Такой Близкий Что я могу Сказать У меня В семье У самого Такой Сплошь И Рядом Подарок Да Подарок Господень Вера Поэтому Мне Приятно Что Сегодня Допустим Сестра Наша Младшая Она Рассуждала Уже Приятно Прям Что Рассуждение Все Ну Хотелось Б конечно Брать И услышать Но Нестор Пока Что еще Он Пока Не умытый Карасешка Что-то Фрося Такое Сказала Мне понравилось Я уже Забыл Ты помнишь Я еще Говорю Богослов Она Ну-ка Вспоминай Ты же Молодой Я Того Глава Ты Ты Что Ничего себе Ты Сейчас Скажи Памяти Нет Ну Можно Подумать У него Есть Прохихикали Прохихикали Прогаджетовали Фрося Что Ты Такого Сказала Напомни Я Это Сама Не Сказали Я Еще Говорила О том Что Не спрашивали Почему Что Когда Хулили Его Как Человека То Проститься А почему Если Духа Святого То Не Проститься Я Предположила Что Потому Что Они Были Соблазнились Насчет Того Что Он Ходит Как Человек И Не Могли Понять Что Он И Человек И Бог Одновременно И Поэтому Они Не Сочли Это За Грех И В этом Не Неведение Получается Ну А потом Пришел Новый Завет Они Уже Уверовали Просто И Все То Каяться Не В чем Получается Для них Потому Что Это Сложно Очень Было Да И Господь И Сам Скрывал Это Ладно Тогда Следующий Вопрос Если Человек Не Знал Что Это Грех И Грешил Бог Простит Его Или Нет Что Это Грех Какой Это Грех Ты Как Скажешь Че Так Расплышит Это Грех Какой Любой Ну Ты Долбанул Подожди Дай Я С тобой Разговариваю Я Думаю Что Если Этот Человек Будет Все Так Стремиться К Богу То Бог Даст О Сознание Того Что Он Грешил И Думаю Все Он Покается Я Сейчас Не О Человек Я Сейчас О Боге Если Человек Грешил Грешил Нарушал Заповеди Но Не знал Что Это Грех Ну Не знал Никто Ему Не сказал Что Это Грех Бог Простит Ему Этот Грех Или Не Простит Как Ты Думаешь Я Думаю Нет Так Как Незнание Закона Не освобождает От ответственности А Местное Писание Можешь Подтвердить То Есть Это Юридически Есть Такой Термин Незнание Закона Не освобождает От ответственности Презумпция Виновности Мама Так И Сказала Очень Это Очень А почему Его Господь Не простит За что Он же Не знал Что Это Грех За что Его Так Должен Был Узнать Но Не узнал В чем Глобина Не обращал Внимание Не обращал Внимание Был Невнимательный Вот мы Об этом Говорили Он Знал Что Вокруг Столько Внимательных Христиан Они Вняли Приняли А ты Почему Не принял Притч Первая глава Говорит Невежество Глупцов Убьет Их И неразумие Нечестивцев Приведет Их К ярости А сегодня Не стыдно Быть невежественным То есть Задаешь вопрос Сидит Улыбается Ответ Не может Ну и Тупой Тупой Ну и Че Грех Проститься Только Должны быть Условия Какое Условие Дай мне Библию Вот Черная Библия Нет Конкретно В этом Грехе Вот Он Его Грешит И Грешит Он Бог Прощает И Забытые Грехи Да Искренне Человек Покаяние Прости Мне Все Мои Грехи А это Причи Причи Вольные И невольные Причи Вот Слушай Гляди Вот Гляди Доколе Невежны Будете Любить Невежество Доколе Буйны Будете Услаждаться Буистом Доколе Глупцы Будете Ненавидеть Знания Обратитесь К моему Обличению Вот Я И залью На вас Дух Мой Возвещу Вам Слова Мои Я Звала Вас И Не Послушались Простила Руку Мою И Не Было Внимающего И Вы Отверь Да Все Мои Советы И Обличения Мои Не Приняли Зато И Я Посмеюсь Вашей Погибели Порадуюсь Когда Придет На вас Ужас Когда Придет На вас Ужас Как Буря И Беда Как Вихрь Принесется На вас Когда Постегнет Вас Скорб И Теснота Тогда Будут Звать Меня Я Не Услышу С утра Будут Искать Меня И Найдут Меня За то Что Они Возненавидели Знания И Не Избрали Для себя Страха Господня Не Приняли Совета Моего Презрели Все Обличения Мои Зато И Будут Они Вкушать От Плодов Путей Своих И Насыщаться От Помыслов Их Потому Что Упорство Невеж Убьет И Беспечность Глупцов Погубит Их А Слушающий Меня Будет Жить Безопасно И Спокойно Не Страшать Зла На Все Это Я Не Загашу Ни Накурящего Даже Там Чуть Искорка Господь Есть Не Как Это Надежда То Ну Мы За то Что Человек Упорно Хотел Оставаться Тупым Невежным За это Господь Его Будет Судить И То Что Ему Скажут Ну Я Ж Не Знал Это Не Пройдет Да Ты Не Хотел Знать Вот Это Твоя Вина Будет Поэтому Господь Говорит Не Я Буду Судить А Слова Мои Слова Написаны Уже Ты Не Хотел Знать Что Что-то слышал Где-то Там Где-то Мелькнуло И так Далее А ты Не Развил Этого Но Вот Помнишь Что мы С тобой Евангелие Раздавали И Некоторые Открещивались Как будто Как Знаешь Они Не Хотели Знать То У них Есть Такая Свой Мирок Своя Лжа Вера То Вот О чем Это И Зачем Нам Свет Люди Более Возлюбили Тьму Нежели Свет Обредоверие Очень Очень Удобно Религия Пошел Что-то Промотал Там Сороковую Заказал Все И тебе Счастье Привалило Ничего Делать Не надо Работать С собой Не надо Каяться Ни в чем Не надо Хадис Стой Как Стол Что Каждое Рассказение Берите Бесчастье Ничего При этом Не понимая Не зная Не желая Знать Вот Эту Уже Кривославную Веру Бог Не Дорога В храм Называют Они Путь В храм В храм Все В храм На курящего Не На курящего Не угошу Но если Этот лен Дальше Разгорится Если он Ну как Трости Не ломит А курящего Не угосят Гонение Какое Интересно Пошло Вы Гонили Не нужно Обольщаться Что Бог Всех Простит За так Он Плечо О смоковнице То есть Она ничего Такого Нет Это же О покаянии Говорится Он же Сказал Этот Пророк Пророк Когда пришел Сказал Что Придет Я иду Перед И придет Впереди Меня Он Имеет Лопату В руке Свою И очистит Гумно Свою Написано Поэтому Все Он А впереди Идет Пророк Который И говорит И говорит Слова Покаяния Они не спасительные Они просто Для покаяния Зато Придет Господь И одним Словом Своим Спасет Тебя То есть А ты должен Принять Слова Покаяния Ну Пророка Не послушали Потом Придет Лже Пророк Его Будут Слушать Знамения Там Будет Делать Придет Антихрист Еще Больше Будут Слушать И Господь И говорит Меня Не Приняли А придет Тот И Примите Его Он же Об Антихристе Это Сказал Придет Тот И Примите Его И Примут Действительно Примут А потом Уйдет Что Обольщение Отбегут От Него И Будут За Это Истребляемы Этим Антихрист Эти Евреи И Эти Будут Спасены Только Такими Скорбами Страшными Господь Даст Немного Времени Но Про Грехи Еще И Про Покаяние Мысль Такая Бывает Человек Оставил Грех Он Перестал Его Делать Но Забыл Сказать Его На Исповеди Забыл Он Уже Давно